Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука для начинающих огородников. Вот добралась я до капусты. Если многие думают, что я вот массовые посевы перца сделала, сейчас томаты отсею и все. Нет, у меня на очереди посев капусты. Капусты я тоже сею несколько тысяч кустиков на рассаду, на торговлю. Я сейчас буду рассказывать вам о капусте, самые такие основные, самые азы, потому что без капусты нам никак не обойдись. Это любимый многими вкусный, полезный овощ. И гарниры наши, и квашеная, и свежие салаты. Очень полезный овощ. Выращивают его почти все, но не каждый может вырастить здоровую, крепкую рассаду. Покупают еще на базаре. Я постараюсь, чтобы никто из вас не ходил на базар, не тратил свои деньги. Выращивать будем сами. Начинаем с самого-самого первого шага. Как правильно выбрать сорт? И какую из сортов капусты нужно сеять в первую очередь? Каждый сорт имеет свои особенности, и каждый сорт предназначен для чего-то одного, редко бывают универсальные. И чтобы сделать окончательный выбор, какую капусту вы будете выращивать на своем участке, нужно обязательно ознакомиться с сортовыми характеристиками вот этих сортов. Потому что они все совершенно разные. Какие-то для хранения, какие-то для салатов. Вы сначала для себя должны перед покупкой семян, но даже не перед покупкой, пусть перед посевом, решить, какая вам нужна капуста. Для длительного зимнего хранения, для квашения, для употребления в ранние сроки летом, в виде салатов, там каких-то, ну пусть даже пирожки печь с капустой, салат уже в июне, в июле. И уже исходя из этого, вы должны определиться, какие вы выберете сортах, и потом я расскажу, в какой последовательности их нужно посеять. Вот среди сортов, сейчас только про белокочанную буду говорить, среди белокочанной выделяют на три вида, раннеспелые, потом среднеспелые и познеспелые. Различаются они очень сильно, как земля и небо. Если раннеспелый, мы можем употребить только в свежем виде, только в салатике, но не в свежем виде, а, например, можно потушить, я имею в виду без засолки, без хранения, то некоторая зимняя капуста предназначена специально для хранения около полугода, а какие-то сорта идеальны только для квашения, именно специально для этого их садят, выращивают. Вы ее никогда летом не сможете покушать, потому что она у вас поспеет, только поздно, поздно, осенью. Потому что, вот смотрите, 150 дней, посчитайте сами, сколько это, 150 дней, это 5 месяцев. Это если она в середине апреля у нас зайдет, май, июнь, июль, август, сентябрь, только к концу сентября она будет спелым готовым продуктом. Ой, извините, я заболела немножко, у нас эпидемия ОРВИ и гриппа в городе. Буду покашливать, не обращайте внимания. И вот, если вы посадите, например, семена посеете в юге, вы никогда не сможете ее покушать летом. И наоборот, если посадите скороспелку или вот такую, как точку, вы никогда ее не сможете ни поквасить, ни засолить. Сейчас назову сорта, которые общеизвестные, например, ранние. Это вот июньская, прекрасный сорт для свежего потребления нежный, вкусный. Салаты, гарниры, можно голубцы я кручу, пирожки со свежей капустой и заливные, и жарить на масле. Вот июньская, потом точка. Есть еще скороспелка, золотой гектар, казачок где-то. Ну, они у меня здесь все расползлись. Ну, на ранних этих сортах вы увидите. Написано, раннеспелый сорт, срок созревания 79 дней. Есть разница, или 50, или 79. Ровно в два раза. Значит, эту вы будете кушать в июне, в июле, если посеете нормально. А эту вы получите только зимой, к зиме, когда уже снежинки первые будут пролетать. Дальше. Вот смотрите, про ранние сорта хочу сразу сказать, что урожайность у них невысокая. У них не будет таких огромных тяжелых кочанов, как у позднеспелых. Да нам и не надо. И средняя плотность у них, они такие более мягкие. Они обычно полтора, самое большое, 2 килограмма. Но они ценны только тем, что они очень рано вот этот кочан сформируют. И можно будет полакомиться вот этими свежими салатиками уже в средине лета. Но если для летнего потребления подойдут вот эти, то сейчас про зимние скажу. Например, вы знаете, что колобок, зимовка, вьюга, каменная голова. Вот эти все поздние, сейчас я их найду. Вот вьюга. Вот, амагер написано. Хранить до 5-6 месяцев можно. Вьюга. Отличается долгим сроком хранения. Это сибирский наш сорт. Вьюга. Потом где-то есть еще... Вот. Это для квашения. У меня они здесь перепутались. Я вам просто говорю, что вот если у них написано, что длительный период хранения, то вы можете посеять несколько, там 10-15 кустов, положить в подвал. Вы, конечно, летом ее не покушаете, она у вас не созреет. Но вот есть специальные для зимнего хранения. Поэтому я и говорю, что нужно характеристики сортов все изучить. Есть сорта, которые именно выбирают люди, опытные огородники для квашения. Например, вот написано, подарок. Один из лучших сортов для квашения. Вот именно из таких будет самая хорошая квашеная капуста. Вот, сибирячка. Для переработки и квашения. Поэтому, когда вы придете выбирать капусту, вам нужно обязательно посмотреть, для чего она предназначена. Для квашения и хранения. Вот есть универсальные, которые можно хранить. Каменная голова. И можно квасить. Так, но на этом я не буду останавливаться долго, потому что все характеристики написаны на пачках. Вы когда придете покупать, вы обязательно прочитаете, какая из них ранняя, какая из них поздняя. Нам больше интересно, с каких начать посев. А, еще скажу про качество семян. Вот качество рассады еще зависит от семян. Конечно, мы вот сами сейчас уже редко делаем семена. Я тоже, мама всегда моя делала свои семена. Но я всегда покупаю в магазине. Ну и, конечно, выбирайте магазины, которые уже проверены. Иногда бывает, я в прошлом году посадила один сорт капусты, очень-очень много, пачек 20. Ни одно семечко не взошло. Бывает и такое. Поэтому берите с запасом, чтобы можно было пересеять. И покупайте, конечно, в проверенных местах, где вы уже много лет покупаете. Вот как определить конкретную дату посева семян и какую начинать сеять в первую очередь? Иногда некоторым, не только начинающим, но и нам опытным бывает непросто. Вот все думают, когда сеять. То ли в марте, то ли в апреле. Сразу скажу, что ранние сорта можно высевать в разные сроки, но если вы хотите как можно раньше ее поесть, именно в июне, а не в июле и в августе, то нужно уже в конце марта ее сеять. С 25-го, 28-го. Посеянная в апреле, она уже отодвинет, но будет более дольше получить уже не в июне, а в июле. И в первую очередь, конечно, поздние сорта, которые я вам уже показывала, по 140, по 150, по 160 дней, у которых срок созревания, их нужно сеять в первую очередь. Тут работает принцип так же, как с томатами. Сначала сеем позднеспелые, которые очень-очень долго, но вот 5 месяцев она будет сидеть. Если вы ее посеете в апреле, или как некоторые в мае, в грунт, она, конечно, сформирует качан, но он будет не очень плотный и некачественный. Такая капуста обычно долго не хранится, если вот для длительного зимнего хранения. Чтобы она сохранилась у вас хорошо, нужно сеять в те сроки, которые рекомендует производитель для этого сорта. Отсчитывать так же, как с томатами. Вот кто часто сеет, занимается капустой, они отсчитывают. Для определенного срока посева нам нужно знать, 10 дней до всходов, вот вы посеете семена, появятся через 10 дней. Через 60, 55, 60 дней нужно ее высадить в грунт. И какого числа вы примете, ну так же, короче, как с томатами, начинайте с конца. Когда вы убираете капусту? Например, в конце сентября, 30-го. Начинайте отсчитывать с заднего числа, 1 месяц, 2-й, 3-й, на всхожесть, на посев, откидывайте. И для каждого региона, конечно, эта дата будет разная. Я вот не могу, например, сейчас сказать, что сейте все 25 марта. Я хочу посеять в холодную теплицу часть вот ранней капусты, которая должна быть для раннего урожая в июне, в июле, и посею немного позднеспелой, у которой самые-самые длительные сроки созревания. Остальное буду сеять в начале апреля. Вот у нас в сибирском регионе это самые оптимальные сроки, как сеять рассаду капусты выращивать и где она лучше растет, на улице или в комнате. Я вам потом, конечно, расскажу, но вот сейчас о сортах. А именно, сначала определитесь, какую вы хотите получить для хранения, для квашения, для того или для другого, для употребления рано-весной. Но тут еще, конечно, я забыла сказать, что тут же еще и цветная капуста. Кто любитель там брокколи, всякое, совойское. Все-все-все. Сначала напишите списочек, какую, когда сеять. В первую очередь сеем самую раннюю скороспелочку, чтобы рано ее покушать. В первую очередь сеем позднюю, у которой длительный срок созревания. Все остальные можно оставить на апрель. До свидания. С вами была Ольга Чернова. Это самые-самые первые шаги по изучению выращивания капусты, особенностей выращивания капусты. Это очень капризный овощ и вырастить хорошую рассаду непросто. Но я вам расскажу все свои секреты и надеюсь, что у вас получится. Ну все, до свидания, фото-классники. Больше никого не приглашаю. Стараюсь теперь не пользоваться этой страницей. Оказывается, нельзя рассылать свои статьи, нельзя рассылать всем фото. Считается это рассылкой спама. Меня блокировали уже 4 раза в этом месяце. Больше я ей пользоваться не буду. Кому что-то интересно, заходите в группу Огородная Азбука Ольги Черновой. Теперь мы все там, все мои фото, все статьи и все видео. С прошлых лет я выкладывать буду там. Желаю всем нынче хорошего, удачного сезона.